В год развития регионов объявленный президентом в городе Короболта возобновил деятельность спиртовой завод. Около пяти лет назад он был закрыт из-за невозможности конкурировать с частными предприятиями. Спустя пять лет на производство вернулись свыше ста бывших сотрудников. По словам руководителей предприятия, открытие производства в целом обеспечит рабочими местами около двухсот человек. Подробности далее. Насибаш Абденлеева трудилась на спиртовом заводе Короболты 41 год. К сожалению, пять лет тому назад производство пришлось остановить. Все сотрудники предприятия вышли в отпуск без содержания. Многие уже и не ждали, что завод снова заработает. Однако в конце июля некогда самое крупное предприятие по производству спирта по всей Средней Азии возобновило свою работу, чему Насиба очень рада. За пять лет завод сохранился. Восстановили как могли. В декабре месяце в прошлом году у нас директор появился. Я говорю, мы так воспряли духом. Нам уже веселее как-то стало. Завод восстановили. Как говорится, работаем. Немножко, конечно, кое с какими перебоями, потому что это было в каком году мы последний раз работали на патоке. Но работаем. Карабалтинский спиртовой завод начал работать в 1942 году. До 2005 года он функционировал успешно, но после на рынке появились частные предприятия. Спиртовой завод не выдержал конкуренции и в 2015 году закрылся. Запустить производство заново помогли сами сотрудники предприятия, работавшие на нем ранее. Сегодня здесь уже трудится 177 человек. В течение пяти лет стоял завод, но сохранили основные. Завод сохранен практически. Ну, конечно, пять лет простояло. И мы провели работу по восстановлению завода. С 2001 года, уже 19 лет, не работала паточная линия на сырье, свеколочные патоки Меласа. Мы его восстановили и параллельно в восстановлении шла зерновая линия. Поэтому на сегодня завод на 100% готов. Планируется, что производственная мощность завода составит около 2 миллионов декалитров в год. Сегодня уже выпущено 7 тысяч декалитров. Производство обеспечено патокой. Также прорабатывается вопрос сбыта продукции. По словам руководителя предприятия, при увеличении объема производства предполагается сбывать товар в Россию. Сбыт продукции мы сейчас прорабатываем. Это уже проявляет заинтересованность внутренних потребителей. И мы сейчас прорабатываем в Министерстве обороны России. Но есть у нас уже покупатели. То есть идет проработка. В первую очередь, конечно, нужен сбыт. Медицинский спирт на сегодня востребован. Поэтому многие потребители сейчас выходят именно на поставку этилового спирта в медицинских целях. Предприятие рассчитано на 200 специалистов. Однако при увеличении объема производства количество рабочих мест на заводе возрастет. Штат планируется увеличить до 300 мест. Конечно, данная работа по созданию новых рабочих мест в Джаильском районе – это не единичный случай. В будущем, конечно, планируется увеличение объема производства на этом заводе и создание рабочих мест до 300. По словам министра сельского хозяйства, процесс запуска завода проводился на протяжении полугода. За это время руководству госпредприятия пришлось столкнуться со множеством проблем. Конечно, было очень трудно его запустить. Были очень много таких барьеров искусственных. При запуске были моменты по вопросам газа, газоснабжения, по электроснабжению. Конечно, мы очень хотели, чтобы этот завод заработал. Пришел кризис-менеджер, который сегодня поставил на ноги этот завод. Я думаю, что мы сильно заинтересованы, чтобы этот государственный предприятие заработал. В год, этот 20-й год объявлен президентом Годом развития регионов. Этот завод должен выжить, работать. И в условиях рынка, конкуренции мы будем помогать, чтобы завод работал. Запущенный государственный завод является бюджетообразующим предприятием не только по городу Карабалта, но и по Джаилскому району. В условиях рыночной конкуренции Министерство сельского хозяйства приложит все усилия для бесперебойной работы производства. Отметим, год развития региона в Карабалте открыт еще и молочный завод. Местные власти работают над увеличением рабочих мест повсеместно. Айтолкун Сулпуева, Меринбек Джусупе Кулу, ЛТР, Чуйская область.